МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты предрекают, а АвтоВАЗ опровергает. Вырастет ли цена на отечественные автомобили, узнаем в выпуске. Сто тысяч за сто баллов. Дагестанские выпускники получили премию от Сергея Меликова. Удобно и без лишней суеты. Компания «Газпром» межрегионных газ Махачкала доводит до потребителей принцип работы единого окна. Поджег дом из-за жены. С утра нешуточные страсти разгорелись в одном из сел Выстокогорного Атсунтинского района. Разъяренный местный житель из-за семейной ссоры устроил пожар в собственном домовладении. Успокоить разбушевавшегося горца, который, по информации некоторых телеграм-каналов, был вооружен кинжалом, сельчанам удалось не сразу. Пришлось действовать дружно и толпой. По неподтвержденной информации, мужчина страдает психическим расстройством. И это не первая подобная выходка с его стороны. АвтоВАЗ поднимет цены на все свои машины уже в октябре. Прайс вырастет как минимум на 10%, сообщили многие интернет-ресурсы накануне. По прогнозам экспертов, если рубль не укрепит свои позиции, то «Лада Гранта» сегмента «Комфорт» обойдется покупателю в 910 тысяч рублей. Выстопа дорожает до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Между тем, в самом концерне назвали информацию, не соответствующая действительности. Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию, пишет портал АвтоНьюз со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. Сергей Меликов поздравил 100 бальников. Лучшие выпускники республиканских школ не только увиделись с главой Дагестана, но и получили денежные сертификаты на 100 тысяч рублей. Многие поблагодарили главу за внимание и также поделились своими планами на будущее. Например, выпускница сельской школы Габаханум Магомедова, получившая 100 баллов по двум предметам сразу, в будущем планирует стать врачом. Для такого успеха мне нужна была только дисциплина. Я всегда, в любой день я занималась, не откладывая, даже если вставала. Я знала, что я буду каяться, если увижу низкие результаты. У меня была цель, которой я двигалась. У нас прекрасные учителя, которым можно было в любой момент задать любой вопрос. Они всегда нам отвечали, всегда шли на встречу. И то, что я училась в селе, вообще никак не мешало. Я бы пожелала веры в себя и обязательно идти к своей цели, работать для достижения ее. Сергей Меликов поблагодарил выпускников за высокие результаты и пожелал успехов в будущем. Напомним, премию 100-бальником глава республики учредил три года назад. С тех пор поздравление талантливых дагестанских детей стало традиционным. Власти Каспийска проинспектировали ход строительства новой школы. Возведение здания по улице Назарова, рассчитанное на 300 ученических мест, началось в 2021 году в рамках реализации национального проекта образования. Школа предназначена также для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальная рабочая группа совместно с представителями Роспотребнадзора изучила состояние готовности объекта. В данный момент здесь ведутся мероприятия по отделке здания и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 73%. В текущем году планируется завершить все работы и ввести в эксплуатацию объект. Заказчикам, застройщикам на данном объекте выступает дирекция Единого государства заказчика и, соответственно, генеральным подрядчиком выступает Главное военное строительное управление. В основном на объекте ведутся работы по чистовой отделке и работы по благоустройству. Согласно современным требованиям нормативов и СНИПов, в школе оборудован лифт специально для маломобильных граждан. Также предусмотрены пандусы и специальное оснащение в самузлах. Очередную группу специалистов среднего звена выпустил Гуманитарный педагогический колледж Республики. На ежегодное мероприятие вручения дипломов были приглашены родители студентов, представители Муфтеяра Республики и другие гости. Подробности в сюжете Айши Тухаевой. Вручение дипломов – важное событие и для родителей и выпускников. Слова благодарности в адрес учителей на таких мероприятиях – обычное дело, но благодарили в этот день и родителей особо прилежных студентов. Родителям, которые на самом деле вложили своих детей, выросли такими умными, грамотными и красивыми. Будьте патриотами Республики, будьте патриотами России. Благодарность Тагиру Гасанову. Благодарность Осиятну Хуловой. ГПК – учебное заведение, в котором преподают и светские, и теологические дисциплины. Каждый выпускник подкован по своей специальности. Среди выпускников – бухгалтера, дизайнеры, учителя начальных классов, воспитатели детей дошкольного возраста, социальные работники и другие специалисты. Присутствовавший на вручении ректор Дагестанского гуманитарного института пригласил студентов продолжить обучение в своем ВУЗе. Гуманитарным институтом и гуманитарно-педагогическим колледжем, как нашим структурным подразделением, проводим огромное количество мероприятий. Это, по сути, одна организация, одна семья. Гасанова Аминар Кагирова. Авдон Батакова, Макусум Аля Аскавов. В этом колледже я получил очень много полезных знаний, которые помогут мне в дальнейшем в институте, в который я планирую поступить. Дагестанский гуманитарный институт. Это уже не первый выпуск специалистов среднего звена в данном колледже. Здесь студенты всегда были верны традициям хорошего и прилежного отношения к учебному процессу и педагогам. Преподавательский состав со своей стороны также относится и к студентам. Айша Тухаева, Шамиль Хересулаев, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. В компании «Газпром» межрегион «Газмахачкала» функционирует клиентский центр по принципу единого окна. Менеджеры отдела предоставят любую справочную информацию, проконсультируют абонентов, примут документы, необходимые для заключения или переоформления договоров поставки голубого топлива. Сотрудники уверяют, что все продумано для удобства посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями. Работа центра избавит потребителей от лишней бумажной волокиты, минимизируя взаимодействие с различными подразделениями. Для удобства граждан у нас в клиентском центре изменен график, он создан в более гибком формате. То есть те клиенты, которые в рабочие дни со своих работ не могут обратиться и посетить клиентский центр, у нас внедрен прием клиентов без перерыва на обед. А также те клиенты, которые не могут в течение рабочей недели посетить наш клиентский центр, для них каждую последнюю субботу месяца, суббота, выходной день, они могут посетить клиентский центр. Их будет принимать дежурный менеджер. Также при работе с населением особо учитываются те клиенты, которые с ограниченными возможностями, то есть инвалиды или слабослышащие, видящие клиенты. Бывает порой, что также принимаем таких клиентов. Для удобства их обращения в клиентский центр у нас создана кнопка для вызова сотрудников клиентам с ограниченной возможностью. Обратившись в службу, можно решить также вопросы, возникающие в процессе эксплуатации газового оборудования или сетей и заказать установку счетчиков. Обращаться можно по единому номеру клиентского центра, который вы видите сейчас на своих экранах. И к новостям спорта. В столичном управлении спорта, туризма и работы с молодежью участвовали футболистов победители всероссийского детско-юношеского турнира Russian Cup. Игры проходили в Анапе. Дагестанская команда показала лучший результат среди 30 претендентов на золото. На пути к успеху подопечные тренера Карена Удуняна провели 7 матчей. Руководитель управления Мурат Мирзагаджиев поздравил спортсменов с заслуженной победой и пожелал не останавливаться на достигнутом. Впереди у наших футболистов аналогичный турнир, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также в соцсетях. Хороших новостей, всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин